Совсем скоро мечты жителей улицы Воровского станут былью. Много лет уссурийцы просили провести освещение на этом участке. Лето 2019-го стало сезоном, когда электрические сети взяли на себя расходы по монтажу опор и установке фонарей. Для бюджета организации эти работы обойдутся более чем в 2 миллиона рублей. Данный участок дороги, да, он давно напрашивался на ремонт, да, ну и наружное освещение довольно-таки нужно здесь, на этом участке. Оно облечит движение в вечернее ночное время для водителей автотранспорта и, да, ну, улучшит вообще-то обстановку в городе. Именно по этому маршруту движутся водители со стороны Владивостока, чтобы миновать центральную часть города. Загруженность трассы большая. Совсем скоро участок от Слободской до Раковской станет светлым. Проделана большая работа по подготовке документов, ведь это только кажется, что опоры устанавливать просто. Здесь учтены подземные коммуникации, плотность грунта и прочие технические моменты. Каждый столб на 2,5 метра погрузят в землю. Всего бригада монтажников установит 48 бетонных опор. Для создания безопасного вечернего освещения расстояние между столбами рассчитано 24-26 метров. Основная часть работ уже проведена. Специалисты на финишной прямой осталось установить пару опор и провести кабель. Сюда потребуется 1 километр проводов. Сложности есть в районе улицы Топорково. Там подъем был в свое время овраг. Его засыпали насыпным грунтом. И там будет произведена установка трех опор методом откопки насыпного грунта. Монтаж опор для линии уличного освещения в Уссурийске не производился давно. Последние глобальные работы вели на Чечерина в 2014 году. Следующий по плану переулок Крупской. В 2020-м бригады возьмутся за дело. А Новоровского свет включат в начале августа.